Господа, хотел вас спросить, от чего зависит, по-вашему, дальнейшая политика Кремля в отношении Молдовы? Почему для нас настолько щепетильный и уязвимый вопрос с поддержанием или не поддержанием антироссийских санкций? Господин Жакот. Давайте так. Во-первых, Молдова проводит политику терпимости. Мы не пытаемся складировать конфликт, пытаемся в рамках тех соглашений, которые подписаны, выполнять их неукоснительно, наши контракты, международные обязательства. Молдова пытается позиционировать себя как очень надежный партнер, которому можно верить, можно доверять. Непосредственно политика России, ну, тут скрывать не будем. Очень сильно все зависит от ситуации непосредственно в Украине. То есть они следят за дальнейшими шагами Кишинева? Или есть какой-то первоначальный план, которому следует? Вот по вашим ощущениям. Ну, они однозначно смотрят позицию Кишинева. В любом, в любых международных отношениях позиционирование твоего партнера имеет какое-то значение. Уже в большей или меньшей степени это зависит от тех, от целей, от возможностей непосредственности. Господин Плангал, по-вашему, может ли Молдова поддерживать антироссийские санкции? В первую очередь, я не думаю, что планы Российской Федерации зависят от Кишинева. Особенно, когда мы говорим о полномасштабной войне на Украине. Мы все видели после того, как началась эта война, что Российская Федерация — страна, которой очень трудно доверять. Стране трудно доверять или режиму трудно доверять? Режиму, конечно. Путинскому режиму. Конечно, очень напряженная ситуация. Мы все видим, что происходит. И наши граждане переживают, и власти переживают за то, что творится на Украине. Но если говорим о санкциях, конечно, власть очень осторожна. Даже когда говорит о таких вещах, можно их понять. Но Молдова, как страна, настолько маленькая и настолько зависит экономически от разных систем, что некоторые решения даже не зависят от наших властей. Вот, например, то, что были уже как-то без участия наших властей санкции, установлены в банках. Когда были поставлены санкции на международных уровнях, банки из Молдовы были обязаны участвовать. Об этом говорила и глава. И на разных областях на экономическом уровне, конечно, наши компании участвуют в этих санкциях, независимо от решения наших властей. Есть другие обязательно на то, чтобы там есть ограничения по импорту. Очень много там разной продукции в Российской Федерации. Конечно, Российская Федерация будет искать как-то лазейку на то, чтобы импортировать разную продукцию. И вот в таких вопросах наша власть должна быть очень осторожной. Если можно, я дополню, что логистические цепочки, разрушившись, они, по сути, дополнили эти санкции в банках. Во втором, уже, конечно, есть один такой острый, может, не очень неприятный вопрос для власти. Это по поводу некоторых контрактов с фирмами, которые являются под международными санкциями. Вот то, что было на термоэлектрике, конечно, это пятно на нашу власть. Мне кажется, что это отдельная тема для передачи. Это пятно, конечно, это очень трудный вопрос, но вот такие вещи, это большое пятно на власти, потому что они идут только там, что они делают контракты с компанией, которая является международных санкцией. Там есть очень много вопросов по коррупции. Господин Лацан, по поводу санкций, что вы можете сказать? Я могу сказать такую вещь, что мы все должны понимать, что санкции необходимы для того, чтобы обескуражить субъекта международного права, который нарушает эти права. То есть мы должны задать себе вопрос. Санкции, которые, возможно, Молдова может вести против России, они могут обескуражить Россию? Я полагаю, что нет. Но Молдова может навредить себе и тем самым заставить наших партнеров по развитию еще спасать и Молдову от такого подхода. Поэтому здесь должен быть разумный подход. Мы знаем, как Россия по отношению к нам поступала, например, в 2013 году, когда Россия априори сказала, что вы, возможно, будете заниматься реэкспортом. Сейчас Россия заинтересована в этом самом реэкспорте. Но мы теперь, должны сказать, дорогая Россия, с уважением, но вы сами нас наказали за то, чтобы мы, не дай бог, не задумались заниматься реэкспортом. Мы не будем заниматься реэкспортом по вашей же просьбе. Вот я думаю, Республика Молдова должна исходить вот из такой позиции. И там, где Республика Молдова может помочь Украине, я имею в виду беженцев, то Республика Молдова должна это делать, исходя из нормы международного гуманитарного права. Республика Молдова